Даниэль Врублевский летом в школу ходит как на праздник. Говорит, в отряде компик скучно не бывает. Для участия в конкурсе юный изобретатель собирает робота из алюминиевого профиля. Не каждый взрослый справится с такой задачей, но в STEM-классе трудятся настоящие гении. «Этот робот будет ездить по песку, камням, в горку, с лестницы, например, через разные препятствия. Хотел бы дальше пойти, войти куда-нибудь, что-нибудь делать с компьютерами, программировать, собирать роботов разных». С помощью лазерных технологий под чутким руководством педагога ребята могут создавать различные изделия из фанеры. К примеру, благодаря измерительной коробке гораздо проще проверить размер роботов для участия в конкурсах. Здесь же можно нанести гравировку. Главное – соблюдать технику безопасности. «Очень интересно. Собираются всевозможных роботов на базе комплектующих с Алиэкспресса, на базе робоплатформы Лего Найнстормс, а также Лего Ведун 2.0. А также просто занимаются схемотехникой на базе наборов Ардуино». Программирование, электроника, робототехника, 3D-моделирование, основы черчения, разработка систем разных сложностей. Спектр изучаемых дисциплин в STEM-классе поражает разнообразием. Всё это не только интересно, но и полезно для будущего. Многие мечтают получить профессию в IT-сфере. «Дети разрабатывают сложные комплексные системы, например, автоматический школьный звонок или же метеостанция, которая будет выдавать информацию по окружающей среде вокруг гимназии». Увлекательно проводят время и отряд вундеркинды. Учащиеся шестых-седьмых классов проходят квесты на онлайн-доске и создают собственные по готовым шаблонам. Занимательная математика не отпускает даже на каникулах. Разгадывать тематические загадки и отвечать на вопросы викторины умникам и умницам только в радость. «Мне очень нравится здесь заниматься математикой, потому что чаще всего мы играем здесь в разные игры, которые поддерживают наши знания и помогают нам потом не забыть всё это». «У нас одарённые дети, с которыми мы готовимся к Олимпиадам городским, областным. Это ребята очень талантливые». В лагере не только учатся, но и отдыхают. Всего в школе пять отрядов, а это сто мальчишек и девчонок. Каждый день расписан буквально по минутам. Ребята посещают театр, музей, кинотеатр, играют на улице. Впереди экскурсия по Бобруйской крепости и битва водными пистолетами. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.